Своё расследование, как точку зрения, в виде статьи прислал Александр из Петербурга. Я её сейчас озвучу. Я не могу заставить тебя, читатель, верить в то, что я здесь изложу. Вот первый вопрос. Захочет ли крыса, живущая под капотом брошенного автомобиля, воспользоваться им по прямому назначению? Я получил возможность проживать в городе Санкт-Петербурге, в здании, в котором находится моя комната, очень странная планировка. Я не обращаю внимания на перегородки, я говорю о несущих стенах. И это второй этаж двухэтажного дома. Если убрать человеческое, то останется голый замысел архитектора. Изначальное предназначение здания с круглым залом, площадью 92 квадратных метра, построенного на окраине новой столицы, наверное, уже никто не расскажет. Какое назначение может нести здание с такой планировкой? Первое, что лезет в голову, это дворец. Но нет. Большое количество окон контрастирует с полным их отсутствием на одной стене. И это не храм. Бросающийся в глаза круглый зал находится на специально выведенном втором этаже. Это не цирк, не пожарная часть, хотя главным в этом здании, как видите, является круглый зал в очень массивных стенах. Какое техническое назначение может нести здание с такими четко выстроенными комнатами? Что находилось в круглом зале? А там, поверь, точно что-то находилось. Это не артиллерийская пушка для обороны города, хотя направление мысли правильное. Еще больше информации можно получить, побывав в нем и рассмотрев построенные, потрогав кирпичи. Но я не хочу, чтобы толпы людей, ищущих правду, беспокоили жильцов этого дома. Второй вопрос. Что мне с этим делать? Молчать я не хочу, так как это начало реальной истории. Если коротко, то я живу в здании электромагнитного излучателя, он в городе Санкт-Петербурге. Их было на окраинах предположительно 4, 2 остались, а на месте одной сейчас воронка диаметром 780 метров. Посмотрим таблицу, из которой по диаметру воронки можно узнать тротиловый эквивалент, примененный на данной местности. 1 килотонна – это 46 метров, 20 килотонн – 102 метра, 1 мегатонна – 400 метров, 5 мегатонн – 600 метров, 10 мегатонн – 800 метров. И все это видно на Яндекс.Карте. Вот еще некоторые кругляшки недалеко от города. У соснового бора воронка 3 мегатонны. Таменгонт – пениковское поселение, тоже около 3 мегатонн. На фото видны также странные некруглые водоемы от Малой Вишеры. Примерно одинаковый тротиловый эквивалент по размеру. А вот тут уже более 10 мегатонн. Кирижский район. От Струнина – более 10 мегатонн. Присутствует информация, что такие явления обнаруживаются во многих других российских районах и за озером Байкал. Смотрите сами. А вот историческая личность – Засядько Александр Дмитриевич. Подробнее об артиллерии средних веков смотрите в видео и читайте из «Катюши по гусарам». Но думаю, мы, человеки, тоже куда-то пуляли, ведь паразит рядом. Объясните нам, как появились кратеры на Луне со стороны Земли, если она не крутится. Фобос и Деймос, очевидно, выполняли свои дела. Воронки на них впечатляющие. Люди Помпеи одномоментно были лишены воздуха, что заставило их тела окаменеть. На Таймыре мальчик нашел тушу мамонта. Деревья, как нам говорят, растут, как хотят. Но еще лучше растительность растет под воздействием электромагнитного излучения. Чернобыльская АЭС. Екатериноговский парк. Санкт-Петербург. Метро Нарвское. Засуньте проросшую пшеницу в микроволновку. Город Санкт-Петербург. Санкт-Петербург не строился на костях. Мы просто еще не откопались. И видно, уже сами закапываемся. Это касается каждого засыпанного в половину первого этажа дома во всех старых городах. Ростов-на-Дону. Какие войны проходили за время существования Санкт-Петербурга? Война 1812 года, когда Наполеон, император Италии, не пошел на столицу Руси, а направился в Москву. Как мы знаем из Википедии, был такой год без лета, в 1816. По официальным данным, это якобы последствия извержения вулкана, находящегося в южном полушарии. Говорят, исчезли в 19 веке 500 миллионов граждан Российской империи. Наверное, плохо считали. Тайга в России только 200 лет назад стала расти. Где же многовековые дубы и сосны? О дозиметрии сегодня мало кто знает. Просто средний срок жизни в России, как только она стала равняться на запад, увеличился до 66 лет. В 1896-1897 средний возраст был около 30 лет. Постепенно он увеличивался. Это же какой уровень геноциды Россия пережила за последнее столетие? Технологии были уже давно. Разводные мосты для лошадей возводили. До сколько шести-девятиэтажных зданий из полнотелого красного кирпича умельцы в городах-крепостях выстраивали. И в зимнем дворце Эрмитажа, и в Москве, как часто обслуга короткими зимними днями, в новогодние гуляния по всем залам от Сажи и Гарри потолки и стены очищала. А вот мода на парики из Франции пришла, потому что воск на головы капал, чтобы не жёг во время вальса. Вот только в России свечками не пользовались. Но вернемся к моему зданию. Именно в круглом помещении второго этажа, ради которого и проектировалось остальное здание, что-то находилось. Места крепления оборудования остались на потолке всего дома, который выдержит и сейчас большую нагрузку. Да он просто неубиваемый, крепче крейсера Авроры. Под потолком у меня в комнате прибор показывает наличие электрического поля, а на пластинах-креплениях постоянный ток прослеживается. Всё это на 7-метровой высоте под потолком. Не знаю, что запатентовал Никола Тесла, но мой дом датируется до 1917 года. Видны блоки от центра круга. Вентиляционные люки и печка у стенки, на ней лампа лежит. Над этим ещё находится такое же круглое помещение третьего этажа, но оно сильно уступает по своей высоте. А вот фотография видимого первого этажа круга, если не считать подземного помещения под всем комплексом. Так вот, если в круглый зал установить магнетрон или какой-то другой механизм ионизирующего излучения, всё встаёт на свои места. Для работы использовалась вода из обводного канала. Вот где используется это излучение. Радиосвязь от 30 кГц до 300 гигагерц. Компьютер-интернет, СВЧ-излучение от 300 МГц до 300 ГГц. Отопление и приготовление пищи, стерилизация продуктов от 300 ГГц до 429 ТГц. Освещение от 429 ТГц до 750 ТГц. Представьте, что могут все люди в радиусе более пяти километров от здания по своему желанию и бесплатно, и используя излучение у себя над головой. Вся фантазия просто сливается в ослепительные картинки ужаса от вида заброшенных храмов. Любая война преследует цели. Предположив, что в 1800 году на Руси были технологии бесплатного беспроводного электричества, оно давало свет и тепло всем людям. Повсеместные храмы и церкви служили технологии связи и оздоровления любого человека. Болели мало, а приходские школы учили всем этим пользоваться. Экологически незасоряемую территорию, чистая вода и продукты, технологии быстрого строительства городов. С чем мы сейчас проживаем? Для себя могу предположить, что Наполеона послали с охраной в Москву. Кто-то нанес ракетно-бомбовый удар по окраинам городов России от Санкт-Петербурга до Благовещенска, что уничтожило население и растительность. Спустя некоторое время было прислано тысячная армия подготовленных не людей, которые привезли в каждый пострадавший район России определенную историю и идеологию. По этой истории, исчуждой моей душе и разуму идеологии, веры, мы живем и сейчас. Война продолжается. Ведь в симбиозе с планетой Земля может жить только человек. Также в ходе зачистки были изъяты технологические устройства, была уничтожена вся литература и любые источники доказательств произошедшего. Ведь нелюдям не смириться с тем, что они не могут просто жить с природой Богом. Наш природный образ существования давно пытаются изменить на технологические блага. Почти как показано в фильме «Аватар». Вернувшись из Европы, Петр I начал реформацию, рубил бороды боярам, изъял медь из храмов, приучал к табаку и водке. Николай I как мог оборонялся от внешних паразитов. Революционер Ленин с идеологией «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Увел народ от Бога, взрывал храмы, поднял культ денег НЭПам, навязал технологии платного электричества своей лампочкой, уничтожил крестьянство программой колхозов, подготовил масштабную добычу полезных ископаемых, принудительно стал обучать официальным лженаукам, а мужланил женщин. Сталин начал исправлять положение в стране стойкой ампира и начав чистку. К ним был послан Гитлер, созданная к тому времени Америка спасла главных паразитов под благовидным предлогом, остановив нашу армию в Берлине. Хрущев был принацелен на противостояние с их Америкой, другие генсеки менялись, убивались и подкупались. Но самым продажным им на удивление оказался первый президент России. Его мышление перестроило нас до неузнаваемости. Ельцин, продолжив дело Горбачева, конституционно отобрал у людей права на их недра, оставил каждому 666 каналов телевидения. «Куда сейчас мы можем деться? Отступать некуда. Мы разрознены и одиноки. Дорога у всех одна». Любви, надежды, тихой славы, недолго нежил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание, под гнетом власти роковой, нетерпеливую душой, отчизны внемлем призывания. Мы ждем стомлением, упования, минуты вольности святой. Как ждет любовник молодой, минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Активировать церкви и храмы, отказаться от виртуальности и учить правду, собрать паразитов с их деньгами и пускай летят. Начать трудиться на собственное благо, от каждого по способностям, каждому по труду. С Богом!